Библия не связаны никаким образом с Богом. Но давайте посмотрим на эту историю с точки зрения Бога. Во-первых, принцип объединения, как и все историки, указывает на то, что история развивается по спирали. И мы можем найти удивительные параллели в истории. Как будто бы два витка спирали совпадают. Мы видим одни и те же события. Мы видим очень похожих лиц и похожие обстоятельства в истории. Почему? Ответ прост. Представьте себе, вы поступили в институт и не закончили второй курс. Вам нужно будет вернуться и начать заново. Потому что ваша цель – закончить институт. Если перед вами четкая цель, то вы знаете, почему вы должны вернуться. Однако до сих пор никто не понимал, какова история человечества. Никто не знал, каково значение истории, какова цель истории. Но принцип объединения очень четко определяет цель истории. И он говорит, что цель истории – создать основание для прихода Мессии. Потому что, когда приходит Мессия, то заканчивается грешная история человечества. И начинается история добра. История, когда Бог может жить вместе с человеком. Когда выполняется его изначальный идеал. Давайте посмотрим, какие события происходили в проведении Бога. В проведении создания основания для Мессии. И здесь мы разберем две параллели. Во-первых, параллель, которая описывается в… Как мы привыкли изучать историю иудейского народа. Историю избранной нации Израиля. История, как одна нация, готовилась к приходу Мессии – Иисуса Христа. Мы посмотрим на события в истории этой нации. И затем сравним события еврейской истории с западноевропейской историей. То есть, уже с историей мировой, сосредоточенной на Риме. Сосредоточенной на западноевропейском христианстве. И мы посмотрим, и мы видим удивительные, удивительные закономерности. Когда законы, действующие в библейской истории, изложенные задолго до того, как происходили вот эти события, отражаются в истории западноевропейской. И мы видим, что за всеми событиями стоит рука как будто бы одного и того же мастера. Мы видим одни и те же законы. И это нас заставляет думать, нас заставляет признать, что за историей стоит рука Творца. Как и за всем тем, что происходит вокруг нас. Небесный Отец ведет наши личные жизни. И, естественно, он ведет процесс истории. Он руководит ходом истории. Давайте же посмотрим. История израильского народа началась с того, когда в семье Авраама было построено основание для Мессии. И это основание должно быть расширено. На этом мы закончили нашу предыдущую реакцию. И дальше израильтяне должны были в Египте создать основание для этой нации. Но они создавали это основание под тяжелейшими гонениями в рабстве. Они строили пирамиды, они умирали тысячами на строительстве великих египетских городов. Однако они укрепляли свою веру. Они выдержали 400 лет. И через 400 лет пришел Моисей. Появился Моисей и вывел израильтян из Египта. Если мы сравним этот период с периодом христианской истории, то мы увидим, что удивительное сходство. Мы увидим, что первые христиане должны были проходить через неимоверные гонения. Должны были отдавать жизни свои, опять же, тысячами, десятками тысяч. Для того, чтобы показать свою веру в Иисуса. Для того, чтобы подтвердить свою верность Богу и Иисусу. Но, несмотря на гонения, число христиан продолжало расти. И они приумножались, и вера становилась еще крепче. И в 392 году римский император, после того, как Константин запретил гонения на христианство, в 392 году римский император сделал христианство официальной религией Римской империи. Это было официальной победой. К тому же времени появляются первые священные писания. То есть, оформляется Евангелие таким, Новый Завет таким, каким мы его знаем. Если сравнить это с периодом еврейской истории, то в это же время появляется Пятикнижие. В это время появляется десять заповедей, которые приносит Моисей. И в это время израильтяне обретают свою государственность. Они обретают новую землю, Ханаан. И с этого начинается новый период в истории Израиля. Он называется правление судей. Когда израиль, израильтяне раздоблены на двенадцать феодальных княжеств. И каждый из княжеств управляется одним человеком, который совмещает себе функции судьи, пророка и правителя. И такой строй очень похож на феодальный строй или же на систему патриархов, в которой находились христианские церкви в период с 392 по 800 год. В этот момент мы видим, что христианство также раздроблено. И оно пытается сражаться с различными ересями, оно сражается с внешними и с внутренними врагами, которые все время одолевают его. А израильтяне в это время также пытались отразить нападение различных языческих племен, которые пытались вторнуться в их территорию. И через 400 лет в истории Израиля начинается новый период, когда последний из судей Самуил коронует или же делает Саула царем. И Саул это первый царь в истории Израиля. Его цель объединить и консолидировать израильскую нацию, для того, чтобы возможно было послать Мессию в эту нацию. Однако он не смог следовать воле Бога, и поэтому его сменяет Давид, царь Давид. Царь Давид это самый успешный военачальник. Он достиг того, что Израиль стал величайшей и могущественной державой в тогдашнем мире. И его преемник, его сын Соломон, уже занимает позицию величайшего из царей. Практически царя царей, которому приходят кланяться и приносят драгоценные подарки все цари того времени. То есть Израиль занимал самое главное положение, он был как бы центром тогдашнего мира. И если бы Мессия пришел в то время в Израиль, если бы Соломон мог принять его, тогда Мессия, естественно, стал бы центром всего мира. Но Соломон не смог выполнить этой ответственности, потому что очень скоро он нравственно деградировал, и у него появилось много жен, более тысячи, которые в общей сложности, жены и наложницы, их число было около тысячи. И в конце концов его вера не была четкой, его вера не была абсолютной. Он принял очень много из религий своих жен, и поэтому люди были в смятении. Они не знали, во что верить, они не знали, какая правильная вера. И Бог не мог работать через это.